МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приостановят передвижение общественного транспорта и автовокзалов. Также ограничат передвижение по улицам Шевченко, Баржан-Сал, Аконсара, Курманова и Кабанбай-Батыра. Разрешено передвигаться по городу. Продолжат работы супермаркеты и продуктовые магазины с 10 утра до 8 вечера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они на безвозмездной основе решили передать нуждающимся людям продукты, медицинские маски и аппараты ИВЛ для больниц. За участие в судьбах земляков в этот сложный период представители молодежных организаций области выразили благодарность общественным деятелям, проведя поздравительную акцию. Аналогичные мероприятия были проведены в 17 районах и трех городах Алматинской области, где, включая Талдыкурган, зарегистрированы 2074 волонтера. Сегодняшнее мероприятие было организовано специально для наших меценатов-предпринимателей, которые в течение начала открытия года волонтеров во время пандемии, во время карантина очень сильно активно поддерживали наше общество, занимались благотворительностью, то есть спонсировали проекты, спонсировали именно благотворительные акции. То есть благодаря этому мы помогли свыше 16 тысяч семьям продовольственными продуктами. То есть это все благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим неравнодушным людям в нашей области, нашего города. Фермеры Каратальского района теряют урожай. Убытки исчисляются миллионами. В проблемах и путях решения разбирался Дамир Анитов. «Такого у меня еще никогда не было». Сетует руководитель крестьянского хозяйства Тимур Куйкбаев. Некогда успешный предприниматель, переживая трудные времена. В этом году он засеял 30 гектаров сахарной свеклы. 16 отвел под сою и кукурузу. Однако собрать с этих полей урожай он уже и не надеется. Его губит засуха. Из-за нехватки воды все высохло. Вот сами видите свеклу, вся высохла. Ну, с самой весны ночная где-то 5 миллионов потратили. Но это все входит туда. И пахота, и там бороны, посеялка, семена есть, гербицид есть. До сегодняшнего дня около 5 миллионов я уже туда вложил, в эту землю. Сейчас вода приходит, но ее уже толку нет поливать. Теперь только остается полить и скосить, кором, скоту отдать. Разосадованные фермеры, рассказывают, прошлый год было урожайнее. С одного гектара сахарной свеклы собирали более 500 центнеров. Воды было предостаточно. В этом сезоне все в точности, да наоборот. Аналогичная ситуация и у Жаната Укенова. Крестьянин на 13 гектарах посеял ячмень. Увы, пожинать плоды кропотливого труда ему не суждено. Все так же из-за отсутствия полива и жаркой погоды. Ливни, прошедшие в регионе, накануне на ситуацию уже повлиять не могут. Собранное зерно не возместит затрат. Сейчас смысла есть поливать, нет, я не знаю, потому что все подгорело. Просто затраты были большие, да. Семена дорогие, люцерна, ячмень. И заодно сейчас зиму, да, не знаем, как в этом году зимовку провести. Здесь сена маловато. Покупать сено тоже сейчас дорогое, сено 850, деньги один тюк. По голове 300 голов, если есть, с расчета там 30 килограмм на одну голову, если считать, это приличное сено понадобится. Правильно же? Если нам на 5 дней воду дадут, 3 дня вода только до нас доходит, за 2 дня, конечно, мы здесь все не польем, потому что здесь не я один сижу, здесь очень много хозяйств. Фермерам никто ущерб не возместит, говорят в Акимате. Однако меры уже предприняты. Специалисты заключили контракт с властями Коксуского района. Соседний регион будет поставлять 10 кубометров воды ежедневно. Этот год был трудным из-за низкого уровня воды в реке Каратал. Будем честны, таких же показателей, как в прошлом году, мы уже не сможем достичь. Однако самые перспективные виды культур мы, естественно, поливаем постоянно. В Акимате Коксуского района обещали, что ежедневно с 8 вечера до 4 утра они будут давать воду в наш канал. Это должно заметно улучшить ситуацию. 10 кубометров воды в сутки еще помогут довести до товарного вида кукурузу и свеклу. Сохранить зерновые культуры, скорее всего, уже не получится. Дамир Анитов, Ельдана Сарсимбаева, Жаев Турманбаев, Телеканал ЖТСУ. Похожая ситуация складывается и с кормами. Почти в 2,5 раза подорожало сено в Алматинской области нынешним летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владельцам частного подворья стало не по карману содержание скота. Они бьют тревогу и делают нерадужные прогнозы. Сельчане Алматинской области уверяют, еще в прошлом году стоимость одного тюка люцерны была на уровне 500 тенге. Нынешним летом цена этого объема самой питательной кормовой травы поднялась до отметки 1200 тенге. Владельцы частных подворья гадают, смогут ли они прокормить скот или его лучше продать. В этом году содержать лошадей, вообще скот возле дома совершенно невыгодно. То, что мы затрачивали в прошлом году, допустим, 200 тысяч, 300 тысяч, в этом году приходится затратить миллион на содержание пяти лошадей. В прошлом году тюки были большие, такие плотные, хорошие тюки были. А в этом году тюки стали делать меньше, легче. Естественно, качество это очень плохое. Из-за отсутствия дождей во многих районах области плохо взошли кормовые травы, утверждают владельцы крестьянских хозяйств Алматинской области. Главная водная артерия региона, река Каратал, сильно обмелела. Дебит воды снизился в два с половиной раза. Соответственно, ситуация с поливом сложилась критическая. Люцерна недостаточно полита. В некоторых местах даже по разу не было полито. Теперь, значит, луговые травы. Там, где были сенокосы в горах, очень низкоурожайные. Те места, где мы в прошлом году могли косить и заготавливать сено, в этом году только для пасть бы годятся. Там смысла нету косить. Поэтому образовался определенный дефицит кормов. Это население чувствует. Решили заготавливать, закупать корма. А когда нету как обеспечения, есть большой спрос, естественно, цены поднимаются. По данным Управления сельского хозяйства Алматинской области, цены на сено меняются в зависимости от погоды. Так заслушливые весна и лето привели к ажиотажу цен не только на сено, но и на комбинированные корма. Нужно выходить из положения, использовать позножный корм, пастбище, где-то неудобие, камышка косить. Мы, например, в этом году пшеничную солому раньше все раздрабили, выбрасывали на поле. В этом году в основном заготовили. Теперь, значит, неудобие, какие есть, мы их обкашиваем, заготавливаем, вывозим на зимовку скота. В свою очередь представители Управления сельского хозяйства поделились прогнозами по заготовке сена для хозяйств региона на предстоящий период. В этом году потребность Алматинской области в кормовых травах составляет порядка трех миллионов тонн. На сегодняшний день уже заготовлено около полутора миллиона тонн сена. На очереди еще третий и четвертый укос, а также жатва зерновых и переработка свеклы. Евгения Присяжная, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова